Добрый день! Сегодня мы проращиваем горох в домашних условиях, в бытовом проращивателе и в проращивателе Aeroset. Горох засыпаем не плотно, так как он еще разбухнет. Закрываем проращиватели крышкой-тепличкой. Ну что, оставляем наши семена в таком виде на сутки двое. Смотрим на состояние семян, когда они набухнут. Нужно будет поменять воду в бытовом проращивателе и дожидаться первых всходов уже без крышки-теплички, а пока мы ее закроем. В Aeroset вода будет получать кислород с помощью компрессора, поэтому здесь воду менять не нужно. Нужно будет всего лишь немного ее слить, так как семена уже набухнут и будут готовы к следующей стадии своей роста. Сегодня третий день, как мы засеяли семена гороха в проращиватель. Посмотрите, до какого уровня он дорос. Сейчас семена достигли проростков, когда их уже можно употреблять в пищу. Они очень полезны, и посмотрите, как выглядят корешки. Каждый день мы меняли воду в проращивателе, чтобы она не затухла, так как в обычном проращивателе к воде не поступает кислород, а горох дает, бывает, такой специфический запах. Ну что, будем смотреть дальше, как из проростков вырастет микрозелень гороха. Дорогие друзья, всем добрый день. Ну что, сегодня прошла ровно неделя с момента, как мы посадили горох, он уже достиг вот такого уровня, еще неделька, и здесь будет красивая шапка. И уже тогда можно будет срезать микрозелень гороха и добавлять его к блюду. Субтитры сделал DimaTorzok